сегодня у нас обзор модельки от kuyoshi модель не новая но обновленный кузов получается phaser mk2 в кузове 1969 года chiwi elcomino ss 396 такая у нас модель 10 масштаб известна она у нас такая модель по сериалу во все тяжкие фильм даже снимали прям как под название elcomino не вытаскивается выходить так вот у нас сама сама моделька как играл десятый масштаб получается с ними зеркало наше свернули зеркальце так у нас выглядит красавчик просто пьешь и много всяких разных версий этой модели есть mercedes есть тоже ретро там camaro там сейчас должен быть скоро понтияк для чего любят они доджи челленджеры сейчас вот новая в синем кузове было раньше был такой фиолетовым вот ну и они любят по классике пройтись вот раз такую модель они сделали очень круто много хрома так сейчас посмотрим что у нас в коробки еще положили получается так положили у нас всегда инструкция плюс перемычка так тут у нас пакетика запасные капилляры тормозные с хексом плюс наконечники рулевые плюс качалка плюс проставки в амортизаторы и два шестигранника и ключ все основное есть так по аппаратуре положили не на такой тряс до трансмиттер но стандартная посмотрю что они уже давно его кладут китин 231 пи вот такой у нас куёшевский трансмиттер так удобно сделано колесико как бы в сторону до уходит такой и по уху уж такой приятный тоже стриминга газа руля реверс в принципе нормально плюс какой-то еще канал регулируется это скорее всего наверно выводить на свет сразу не заложили кнопку так у нас плюс есть какой-то для зарядки что разъем непонятно интересно посмотреть так мягкая тут ручка в принципе на куна на взгляд очень удобный трансмиттер так по модельки как и говорил 10 масштаб и у нас получается он 49 сантиметров в длину 274 сантиметров в длину 27 сантиметров в ширину колеса у нас низкопрофильные таком в ретро рисунком старые времена были колесики хромированные диски ну пластика естественно плюс задние диски у нас уходит в арку выглядит классно но не практично придется как бы советую всем про проклеить сзади арки армированным скотчем плюс не в один слой потому что при кочке будет она точно тереть будет краска стираться поэтому я бы все-таки проклеил все жалуются на исполнение кузова приходит потертые с царапинами тут в принципе как бы все вроде ровным без царапин без всего но также народ говорит что как бы ну не умеет клеить пленки то есть везде пузыри непонятно они наклеивают причем тут с полосками не ясно плюс сам кузов тоже тут видно как вот посередине проходит полоска которая когда его видимо совмещали то есть видно видно перехода также взяли тоже плюс там такой прям жесткий переход плюс царапина все-таки есть какая-то плюс тут уже какой-то скол принципе тоже есть косички а так в принципе в коров хроме круто сделано фары плюс фонари все можно будет вставить свет спереди точно можно сзади похоже рисунок сейчас посмотрим внутри как это все сделано тут плюс мягкий такой материал это прям такой touch soft touch да потому что в жизни машине такой как у джипов такая шторка да закрывается потому что это пикап плюс сами окна затемненный то есть такой светлый тем даже темно темно-желтый такой цвет интересно тонированы так моделька сама весит у нас где-то килограмм 600 так сейчас посмотрим что они по электронике там поставили так кузов у многих теряются защелки на зеркалах тут все как бы нормально тут свет сделан спереди сзади тоже сзади есть заглушки но вроде это вообще рисую рисованная штука непонятно будет посмотреть так у нас получается по электронике стоит регулятор на 60 ампер вот так он закрыт интересно то есть такого доступа нету плюс водонепроницаемая серва тоже спрятана в таком небольшом только защитной крышечкой и мотор джи 14l да то есть где-то обещают они нам 20-30 километров в час то есть в принципе я думаю для такой маленькой модельки достаточно разъем динсовский да под 2с аккумулятор то есть 2с 3с уже не поставишь плюс аккумуляторы крепятся на такой защелочке такой липучкой в принципе удобно но она проходит по кузову будет стираться перетираться сто процентов плюс тут такая что стоит специальный уплотнитель да то есть чтобы аккумулятор не гулял так в принципе все у нас пластиковая сам карданчик у нас пластиковый у нас два дифференциала спереди и сзади и спереди такой отбойничек полный привод все качалки рычаги верхние рычаги нижние тоже бабушка такая у нас небольшие такие бабочки все у нас пластика получается везде пластик хотя амортизаторы у нас крышки алюминиевые но сами не пластиковая вот есть возможность настроек можно перед перенастроить сзади спереди нет спереди выбора вообще никакого нету поэтому особо не настраиваться можно кузова до настроить надо повыше сделать но но я думаю как бы он сейчас сделан сам в том виде к этому нужно гонять по цене у нас в россии еще что она не продается заказал ее самой на 229 долларов эта модель у них стандарт в этой шоссе шоссе там называется fs 02 л то есть вот она сейчас идет всех только у меняется кузов хочу себе еще понтяк понтяк приобрести когда он выйдет но а так сейчас лось тоже сделала десятку тоже камара chevrolet в таком же типе то есть с белыми полосками есть в черном цвете и в красном вот интересно с ним сравнить тоже в ценовая политика почти такая же но ты вот интересно будет вместе их сравнить поэтому чуть попозже заедем на ней проверим как она гоняет потому что производитель заявляет что и по асфальту и по такому легкой грунтовке может пылить то есть без проблем но вот и по идее как бы должна она резвая так быть проверим попробуем зайка заедем